Мы записываемся в середине недели, ребят. Пацаны, пацаны, да, сейчас давайте. Если что, со среды, 27 января, что-то случилось, и мы это не обсудили, знайте, мы просто решили записать сегодня подкаст, чтобы выложить его чуть позже. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, слушайте наши аудиоподкасты «Ниндзя» и «Прослушка» на всех платформах, на которых есть аудиоподкасты. Во-первых, мне в администрации президента платят за каждого человека, которого я привожу вакцинироваться. Ты думаешь, что вакцина – это как бы… У нас там, на самом деле, пацаны, у нас схема, как в «Рифлейме». То есть ты не за продукт получаешь деньги, а за людей, которых ты привел. Так что в целом спасибо, ребят. Но это же не ты организовывал. Ничего не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Окей. Так, описай свое самочувствие. Давай, опиши. Спроси меня ты, Андрей. Диалог ведется так. Вот смотри. Ну давай, расскажи, как тебе вкололи, и что вечером тебе было хорошо? Давай честно. Вот перед вами живой пример. Мне вообще все равно до этого всего. Если есть возможность не заболеть, я использую любую возможность. Смотрите, никого не агитирую. Скажу честно свои ощущения. Да? Мне было плохо вечером этого дня. То есть через часов 10, наверное. Мне было плохо как? У меня была слабость. Два раза я схватил озноб такой, знаешь. Температура поднялась? Такую трясучку. Вот не знаю, может и поднялась, может и нет. Я лег спать, как-то там поспал не очень хорошо. И на следующий день в целом я чувствовал себя как после болезни. То есть ощущения не от того, что ты, ощущения не такие, как будто ты болеешь, а ощущения такие, как будто ты после болезни. Вот. На второй день небольшая хандра, как будто хмурого дал. Ну как бы грустно тебе стало. Да. Ты это имел в виду? Я это имел в виду, да. Что-что? У нас там просто третий невидимый гость. Невидимые гости. Мне было не очень хорошо. На следующий день, но уже к вечеру, следующего дня, мне стало отлично. Видишь, как здорово. Да. Но мне объяснили, что нам ввели не сам ковид. Да, конечно. А что нам ввели, Андрей? У тебя там не было? Расскажи нам. Все вакцины устроены примерно одинаково. Я знаю, но расскажи нам. Нет, подожди, ты же тоже знаешь, да? Зачем я буду тебе рассказывать то, что ты знаешь? А ну, а ну. А ну, Андрей. Все вакцины устроены примерно одинаково. На самом деле, твоя иммунная система реагирует на белки, которые в оболочке вируса. Вирус – это, на самом деле, белковый мешочек, который содержит некоторое количество генетической информации. То есть, самая информация, которая внутри клетки воспроизводится, вместо полезных веществ. Клетка гибнет, и вирус распространяется. Иммунная система реагирует вот на эти белки. Белков несколько, а оболочка вируса. А капсида, она состоит… Капсид. Он состоит из нескольких видов белков. Вот. И основная идея, что вакцина делает так. Она, ну, как бы, вводится один из белков. Твоя иммунная система вырабатывает для него антитела. Такое антитело – это штуки, которые, грубо говоря, привязываются к этому месту вируса и не дают ему проникать в клетку. То есть, они его облепляют и делают, не дают ему воспроизводиться. А потом приходят клетки-уничтожители, и они пожирают вот эти вот сгусточки. Вот. И все. В общем, такая идея, что тебе вводят вот эту штуку, и в результате у тебя образуется иммунитет. Видишь, как здорово? Прям попало в кои-то веки. Да. Но, опять-таки, я никого не призываю. Я лишь говорю констатацию факта того, что я и мои два друга, мы пошли и сделали себе вакцину. Следующий укол у нас через какое-то время. Да. Да. Второй. Второй? Ну, второй укол нужен, потому что, типа, есть… Ну, когда эта вакцина придумывалась, она же делается на основе там определенных вирусных векторов. Белок, чтобы попал внутрь организма, нужно, чтобы его кто-то принес. У нас это делается на основе безопасных вирусов. И здесь используется в российском акценте, по-моему, два разных вируса для того, чтобы обезопасить себя. А всем такую методичку в ВП дают? Да, конечно. Ну, как? Ну, там же лекции… Или тебе вшили чип с этой всей информацией, чтобы ты… Нет, в ВП не вшивают чип, чип вшивает Билл Гейтс. Ага. То есть, я когда покупал Windows 95, там в пользовательском соглашении так написано, что вы соглашаетесь на чипирование. Да, да. Мне вечером того же дня сказали, что теперь у меня маленький Билл Гейтс во мне живет. Ну, неплохо. Что в целом неплохо. Маленький Билл Гейтс – это как бы лучше, чем маленький Александр Лукашенко. Правда же? Опа. Вот это ты, конечно, завернул, Андрей. Итак, как ты провел праздники? Все нормально? Все отлично? Я офигенно провел праздники. Как вообще настроение? У нас начало года. Это был лучший Новый год за долгое время. В первый раз за лет семь, наверное, я жалею, что закончились новогодние праздники. Обычно к концу новогодних праздников у меня есть вот это желание, когда поскорее бы наступили рабочие дни, чтобы я мог, наконец, пойти поработать. Вот. А тут как-то все было очень хорошо. Подарки, дети все были довольны. Я собирал лего. Все праздники, которые... И было очень хорошо сидеть, собирать лего на ковре. И я так прям расслабился. Удивительно. То есть, ты окунулся в домашний уют? Да, конечно, домашний уют. Как и я. Хо-хо-хо-хо. Как и я. Я должен был уехать. Я должен был встречать Новый год на берегу океана. Но встретил его на берегу океана разочарование от отмененной поездки. Если бы... Ну, я отлично провел Новый год. Если бы сейчас выводился мой пульс, ты бы увидел, как там вот между двумя ударами была пауза. Так мое сердечко просто так попало. Да. Я прочитал несколько книг, и одной из них я хотел поделиться. Не хочу заниматься популизмом, но... Но книга действительно очень сильно интересная. Много о ней уже где сказали, но я хочу, чтобы мы о ней поговорили в Куджи хотя бы немножко. Это книга с Игорем, которая называется «Все свободны». История о том, как в 96-м году в России закончились выборы. Так, книга, которую я прочитал. Ты ее читал. Ты, наверное, не читал, да, Андрей? Я ее листал. Ты ее листал? У меня очень тяжело с Игорем. У меня очень тяжело читают свои книги. У меня что-то королевская... Что кремлевская рать, что вот это я прям не могу. Ты прям не можешь. Да, мне очень тяжело читать. Я могу, потому что, на самом деле, мне кажется, ты почему не можешь? Слушай, нет никакой объективной причины. Мне в какой-то момент становится скучно. Я, знаешь, книга, вот особенно кремлевская рать, там просто так все написано, что ты в какой-то момент думаешь, ну, откуда ты это все знаешь? Ну, ты так пишешь, как будто ты стоял вот за ширмой и просто все подслушал. Ну, так не бывает. Это же, типа, ты выдумал. Это же книга, конечно, на основе документальных событий, но это все равно, что учить историю Франции по трем мушкетерам. Мне кажется, ни в коем случае нельзя воспринимать эти книги как исторические. Да, я понимаю, это моя проблема. Ни в коем случае не автора. Да, 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 что и кремлевская рать, и вот вторую книгу я не читал, потому что она большая, как называется? Я не помню. Революцию, про революцию, что вот эта книга, это описываются примерные события, примерные события того, что происходило, чтобы ты складывал. Я понимаю, у вас, у журналистов, у всех, наверное, какие-то есть. Мне кажется, у тебя внутренние претензии к фактчекингу. То есть, тебе именно смущает то, что и он ему говорит вот это, а ему он отвечает вот это. Может быть, да. Да, но события, которые описываются примерно, мне кажется, они абсолютно на 99% сходятся. И эта книга очень… Почему я ее принес, и почему я хочу о ней поговорить хотя бы немножко в начале нашего подкаста? Потому что, если вы почитаете эту книгу, как произошло и со мной, если вы потом дальше покопаетесь в Википедии, покопаетесь в интернете, немножко сопоставите все факты и события, то примерно у вас вырисовывается вся картина того, что происходит сейчас. Потому что я как фанат симметрии, абсолютно симметрично, абсолютно симметрично эта книга описывает то, что происходит сейчас. То есть, это как эффект бабочки. Вот ты знаешь, вот я прочитал эту книгу, и такой, вау, если у меня была машина времени, ну, понимаешь, если у меня было какое-то влияние, то можно было несколько деталей просто изменить. Да, примерно о чем это? Примерно это о следующем. 95-й год, да, я так понимаю, выборы в Думу выиграли коммунисты. Россия, 95-й год, выборы в Думу выиграли коммунисты. У текущего президента России очень низкий рейтинг, и вот группа лиц собирается, чтобы придумать так, как Ельцин станет президентом. Там несколько небольших условий, так сказать, для этого квеста, что это практически нереально сделать, потому что у Ельцина просто отвратительная репутация. И те технологии и те методы, которые выбрали на тот момент... Тут еще важно помнить контекст, что в 93-м был расстрелян Белый дом, а в 94-м Ельцин просто продлил свои полномочия на два года. Да. То есть, тут человек как бы, ну, тут много чего. Когда мы говорим про рейтинг, нужно... Ребят, я просто говорю, это просто моментами безумия. Вот все, что я читал, я такой, блядь, реально. Ну, так и есть. Мне очень стало грустно под конец. Почему? Потому что тоже я хочу... Это тут нету никакого, как называется, когда ты говоришь. Спойлер. Тут нет никаких спойлеров, но если вы вспомните... Потому что это история России. Да, это история России, но в 96-м году после первого тура выборов Ельцин и Зюганов должны были схлестнуться во втором туре выборов, но между этими турами у Ельцина случился то ли инфаркт, то ли инсульт, я не помню, что у него там было. Инфаркт, по-моему. И просто человек был при смерти. И, по сути, Россию заставили голосовать за я не знаю что. Ну, за не совсем живого человека. Да, вот просто. И потом этот человек, ну, что он делал какое-то время, вообще непонятно. Но прикол не в этом. Давай, в чем прикол? Прикол в самом процессе, как этот процесс весь происходил. И опять, почему я говорю, что это абсолютно симметрично тому, что происходит сейчас. Допустим, разворачивание самолета из Внукова в Шереметьево по меркам 96-го года, это вполне либеральные демократические действия. Я ни в коем случае это никак не поддерживаю, но примерно... Мы про Навального сейчас. Конечно, да, мы говорим про Алексея Навального, которому мы желаем терпения и здоровья. Но это абсолютно, абсолютно демократически. В кавычках тут нужно понимать, что вот это все надо делать. Да, в кавычках, да. То есть, это типа вполне действия, которые против плохих коммунистов могли бы совершить... Да, могли бы совершить как бы демократы, да. Или как... Вот я понял, почему не любят больше слово «либеральный». Да, конечно. И так далее. Я это и до этого понимал, но вот эта книга и еще сопутствующие материалы, которые ты потом просто, просто в течение выходных просто смотришь, они у тебя немного складывают такую примерную картину того, что вообще есть. Ты знаешь, в этой книге каких-то вещей не хватает, потому что, может быть, ты слышал какое-то время назад были опубликованы расшифровки разговоров Ельцина, например, с Клинтоном. Ты не слышал эту историю в Америке? Ну, там, например, Ельцин предлагает Клинтону поделить Европу на полном серьезе. То есть, он говорит, вот так, типа, все нормально, давай поделим, типа, вот так, вот так. Вот. И ты читаешь, и это кажется, ну, пародией какой-то. Да. Ну, типа, грязные американцы выдумывают что-то про первого президента. Но на самом деле, ты прав, эта книжка хороша тем, что она напоминает, как все это было. Потому что, во-первых, нет ничего интереснее, чем история грехопадения. Да, это всегда самое интересное. Потому что то, что потом, оно, ну, так. А во-вторых, ты прав. Это не повторение истории. Это, типа, вот так все было, а и плоды тех самых вещей, которые тогда были совершены, мы пожинаем до сих пор. Удивительные моменты того, как сейчас работает администрация президента и как вообще президента предоставляют общество. Это все как раз таки сформулировалось, и это все осваивалось, и это все структурилось во время того, когда Ельцин был при смерти. И когда Ельцину надо было поднять рейтинг. Да. Давай чуть-чуть углубленнее, чтобы зритель понимал, что было. То есть, люди, которые занимались выборами Ельцина, они придумали глобальную стратегию, чтобы люди голосовали не за Ельцина, а против коммунистов. Да. И, соответственно, дальше посол СММ, таргетинг, маркетинг. Да, конечно. Допустим, люди, я так понимаю, из Коммерсанта. Там много было разных людей. Это была великая газета, если ты про не дай бог. Да, люди из газеты «Коммерсант» или, насколько я помню, они просто решили сделать газету, которая называется «Не дай бог». Она бесплатная, чтобы она была в каждом, я просто ее вспомнил действительно, чтобы она была абсолютно в каждом почтовом ящике, где они просто, просто фейк-нюсили коммунистов. Это был очень смешной эпизод, что Зюганов рассказывал, что когда его мама посмотрела, почитала газету «Не дай бог», где сравнили высказывания Гитлера и Зюганова, он ее приводил в порядок где-то неделю, потому что она прям поверила. Потому что ты представляешь себе, что 25 лет назад, если ты читаешь газету и там что-то написано, люди реально в это верили. Ты, к нам, сталкивался с дизайнерами? Да. А? Как тебе? По-разному. Есть дизайнер, которого бы ты больше обозвал риэлтор? Да, есть такой. А есть дизайнер, которого ты больше бы назвал СММщик? Это тот же, что и риэлтор. Это тот же риэлтор, да. Мы сталкивались с разными дизайнерами и с СММщиками тоже, но от профессии дизайнера никуда не деться, это важная профессия. Очень. Да. И в нашей сегодняшней рекламной интеграции от Geekbrains мы поговорим как раз про дизайн. Про их курс дизайна. Это курс, в котором ты можешь выбрать направление дизайна. Даже если ты не знаешь, какое направление ты можешь выбрать, ты туда приходишь, занимаешься разными вещами. В конце ты можешь выбрать дизайн сайтов, дизайн интерфейсов, дизайн приложений. Мы не первый раз Geekbrains рекламируем. И мы про многие программы рассказывали. Но вот что действительно в этой программе мне очень понравилось, это то, что у них там есть симулятор агентства. Главная же история с дизайнерами, что ты когда получил свои навыки дизайна, и здесь ты можешь научиться работать в фотошопе, в графических редакторах, все, через две недели ты выбираешь конкретное направление, все понятно. Но на самом деле, когда ты оказываешься в агентстве, когда ты оказываешься на реальной работе, это немножко отличается от того, чему тебя учили в университете. И в этом забавно, что в этом курсе тебе, во-первых, дают почитать настоящий бриф, как он в жизни выглядит, как выглядит задание дизайнеру. Да, это называется бриф. Да, это называется бриф, и это довольно часто не так, как себе представляют люди, которые такие, типа, сейчас займусь дизайном, там, наверное, мне напишут что-то подробное. А там, на самом деле, иногда бывает много, самому придется допридумывать. Плюс у них есть симулятор агентства, где ты можешь выбрать какую-то даже, ну, можешь выбрать какую-то, я понимаю, должность и посмотреть себя на разных позициях. Главное, чтобы в этом агентстве тебе регулярно приходили правки, тогда это будет настоящий симулятор, знаешь. Типа правки «Финал-5». Правки «Финал-27», знаешь. Правки «Финал-27». На самом деле, все, кто занимается созданием своего продукта, ему не избежать от этого слова «дизайн» или «дизайнер». Как-то мне один парень, он пром-дизайном занимается, да. Он мне сказал, что большинство неудач твоих с дизайнерами связаны с тем, что ты не можешь правильно поставить задачу, которую ты хочешь. Потому что ты начинаешь брать из головы такое, ну, знаешь, как там, как в «Найке». Нет, не знаешь, как в «Найке», да. Нет, и тебе делают, как в «Найке», и это получается, ну, не совсем как бы свежее что-то. То, насколько ты сам немного хотя бы посвящен в эту тему, это прямо отобразится на качестве твоего моста с дизайнером. То есть между заказчиком и, условно, если ты дизайнер, должен выстроиться какой-то мост. И вот для того, что я, будучи заказчиком, все-таки настало то время, когда я все-таки должен немножко окунуться в эту тему. Ну, условно. Почему я, наверное, скорее всего бы хотел пройти вот эти курсы? Даже скорее не для того, чтобы научиться это делать, а хотя бы понять, как этот процесс происходит и какие задачи ставить. Потому что, я думаю, когда ты проходишь кур дизайна, ты очень много видишь каких-то вещей, уже сделанных, не только банальных, известных, как там Pepsi, Cola и все остальное. То есть не то, о чем все знают. Понимаешь, да, что я говорю? Да, конечно. Важно хотя бы ознакомиться с этими курсами, хотя бы понимать, что такое дизайн. Вообще, что такое дизайн? Это не про стильно и красиво. И даже если ты сам не собираешься заниматься этим руками, ну, можно хотя бы ознакомиться и ставить задачу. Как пример, я так думаю, что, допустим, Стив Джобс не был техническим гением, но он был гением постановки задачи. То есть физически условный айфон не нарисовал Стив Джобс. Да, но он сделал так, что другие люди нарисовали то, что... То, что нужно. Да. То есть уровень его компетенции доходил до того, что он знает, что ему нужно и знает, как это объяснить, но не знает, как это сделать руками. Вот точнее, не может это сделать руками. Просто не может. Понимаешь, да? Он просто делегировал главный дизайн Джонатан Айф. Да, по-моему, так. Вот. И самое классное, что мне кажется, когда ты вообще занимаешься дизайном, это то, что ты можешь работать откуда угодно. Да, это правда. И по ссылке скидка 50%. Про это тоже надо не забыть. Да. И поэтому я хочу сказать, что все, что происходит сейчас, абсолютные последствия 96-го года. Да, конечно. Да, это очень важно. Понимаешь? Это какая-то история о том, что вот у тебя есть умные, циничные люди. Вот мне кажется, что нужно понимать, что было в голове у этих людей. И эти люди, вот знаешь, это дети совка. Когда у тебя Советский Союз приходил в упадок, а как и любое крупное государство, Советский Союз не закончился в миг. Он закончился после периода упадка. У тебя оказалось, что очень много людей, которые привыкли к простой вещи. Они привыкли, что вся окружающая их идеология – это ложь. Да, то есть они, конечно, ходили на демонстрации, налепляли там значки красные, там, может быть, даже писали рефераты, что коммунизм наступит к 2007 году. Не знаю, что-то такое. Но никто из них, кто это делал, в это не верил. Понимаешь? Они прекрасно понимали, что это все обман. Для них идеология – это всегда была история про, знаешь, типа, ну, конечно, и подмигнул. Мы же за коммунизм раз подмигнул, да, за мир во всем мире и прочие вещи. И вот это вот отношение к идеям, да, отношение к вещам, оно вот в этой книге и вот вообще, да, оно очень явно бросается в глаза. То есть это в американском дискурсе, да, американцы же очень любят изучать 90-е годы, и в частности, 91-й год. Есть очень вопрос, да, исторический, концептуальный. Вот он звучит примерно так. Ельцин был порождением коммунистической системы. То есть он был встроен в коммунистическую систему, он в ней развился, вырос, он в ней работал, он был мэром Москвы и так далее и тому подобное. Вопрос. Как порождение системы может систему уничтожить, да? То есть как может внутри системы, которая идеологически выстроена абсолютно прямолинейно, появиться человек, который мыслит в другую сторону? Вот задают вопрос. Второй вопрос – это если даже такой человек появился, да, то разрушив систему, какую он построит новую систему, да? Миф, в котором мы живем, звучит примерно так, что вот у тебя был президент, который был абсолютно мозгами, коммунистический человек, но внутри него теплилась душа, да? И вот он, значит, разрушил эту систему, дал выход своей душе, и у нас появилась демократия. Вот как бы такой миф. Да? Вот где-то в промежуток между 90-м и 92-м образовалась демократия. Правда жизни состоит в том, что все люди, которые были у власти, и это здесь особенно видно, они были все вот этими поздними коммунистами. Они просто не верили в систему. То есть, когда система рухнула, они не построили демократию. Грубо говоря, если в тот момент бы, я не знаю, какая есть альтернативная схема демократии, какие-нибудь олигархи из ОАЭ предложили бы финансовую помощь, мы бы построили, ну, султанат, не знаю, понимаешь? Потому что они такие, ну, да нормально, всяко лучше, чем вот эта вот штука. Ну, не думаю. Я понимаю, о чем ты. Просто нет альтернативы никакой. Я, типа, и придумать ее не могу, никто не мог бы за это. Ну, нет никакого примера. Но идея состоит в том, что идеологию заменило ее отсутствие. Это очень важно. Да. То есть, новые люди, они были циничны, и для них идеология никогда не была ценной. Для них не была цена идея. Для них ценным было бабло. Потому что все вот эти люди, понимаешь, тот же там Ходорковский, они же все были комсомольцами, понимаешь, там, Чубайс. Это все были люди, которые успели поработать на таких должностях. Слушай, мне кажется, самое главное забуждение, когда творческие люди вспоминают о 90-х, это отсутствие цензуры. Но, мне кажется, цензура была. Даже жестче, чем сейчас. Нет, потому что, почему я скажу, что даже жестче, чем сейчас? Потому что не было альтернативы. Допустим, люди, которые в 96-м году владели всеми крупными телерадиокомпаниями, крупными каналами, они просто договорились меньше показывать коммунистов. Все. Нет никакой другой альтернативы. Нет Ютуба, нету Твиттера. Представь, все. Они просто... Там был такой момент, там был такой эпизод, который мне очень понравился, его описывают. Во время того, как Ельцин там впал в кому или куда он там впал в то время, типа, его надо было чем-то как-то... Как-то он должен был вещать. Как-то он должен быть в медийной сфере. Но они там вот придумали консервы тогда, и вот это вот все. Консервы – это съемки старые, просто показывают и преподносятся как новые. И вдруг коммунисты начали, типа, во главе с Зюгановым врываться в это пространство. Тут есть глава этой книги, там она более тщательно описана, но она очень интересная, самая для меня. Что они проплатили, коммунисты проплатили какой-то фильм Станислава Говорухина, по-моему, 10-минутный, о разоблачении Ельцинской системы, и он как раз должен был выйти в тот момент в отсутствие, как бы, Бориса. И он должен был в это время выйти. А на ОРТ решили, что покажем 5 минут. Не 10. Не 10. Им скажем, что вы не заплатили, хотя не заплатили. И они пошли брать штурмом Останкино, типа, прийти туда, что такое МГА. Вы не заплатили, им говорит Эрнст. Вы не заплатили. Зюганов говорит, мы заплатили. Нет, только 5 минут. И он к нему вот так 3-4 раза возвращался. Ну вот что это? То есть, понимаешь, у них тогда не было Инсты, Ютьюба, даже Рутюба. Даже Рутюба. Представь бы, у Зюганова был бы Рутюб в то время. Да, представляю. Вот когда он должен был появиться. Рутюб должен был появиться в 96-м. Жалко его создатели, ну, не могли себе вот это сделать, знаешь. Ну, прикинь, они создают Рутюб такой. Когда ваш Рутюб должен запуститься? Он в 96-м. В смысле, да, у нас такой план просто. У всех план в будущее, у нас в прошлое. Да. В общем, ребят, почитайте обязательно просто. Будет как минимум интересно. Вот. Я хотел сказать, что вот эта книжка, она очень... Вообще вот эта идея о том, что на самом деле у людей, которые тогда жили, которым тогда было ощутимое число лет, да, что у них отсутствует идея, что они не понимают идеологию, это довольно, как мне кажется, видно сейчас, да. Потому что после этого за 30 лет в России, да, идеологии государственной так и не возникло. Смотри. Идеология, чувак, это система, система верований, система знаний, которая позволяет объяснить некоторые вещи. То есть на самом деле вот ты можешь, например, объяснять все с помощью разных позиций. Вот у тебя должна быть концептуальная проработка нескольких концепций, они должны быть сложены воедино. И что такое идеология? Идеология – это вот такая история, что, например, ты можешь позволить себе потратить время о том, чтобы подумать о жизни. Я могу потратить время подумать о жизни. Много кто не может себе позволить потратить время подумать о жизни, да, как-то отрефлексировать на какие-то большие вещи. Идеология – это история про вот такие, типа, знаешь, что вот если ты не хочешь сам разбираться, вот тебе идеология. У любого государства хорошего есть идеология, это правда. Проблема состоит в том, что отсутствие идеологии привело к появлению вот такого, знаешь, циничного подхода, максимально циничного. Когда там, например, американцы что-то делают, ты такой, из-за денег. Все из-за денег. Типа все потому, что из-за денег. Деньги, конечно, там есть, но штука состоит в том, что когда ты сообщаешься с какими-нибудь американцами, это всегда очень тяжело, особенно которые вот типа прям серьезные. Они очень серьезно верят в то, что говорят. Для них вот эти слова там «свобода», «конституция» – это больше, чем слова. А мы получили историю, когда люди, которые даже управляют страной, они в это не верят. И вот у тебя есть пустота идеологическая. Но 90-е же не вернутся никогда. Ихорошо. Нет, нехорошо, это невозможно. Так нет, что значит «возможно», даже если бы было возможно, зачем им возвращаться? Тут же какая история, понимаешь? Когда вот начинается речь про идеологию, это вообще слово, которое звучит даже не очень. Вот я его произношу и самого немножко коробит. Но в конечном итоге это история про будущее. Вот почему, типа вопрос такой, почему так много людей было молодых 23-го числа? Почему так много молодых вышло на улицу? Среди прочего так много молодых вышло на улицу, потому что никакой идеологической альтернативы существующему на самом деле им не предлагается, понимаешь? Выросло целое поколение, которое пытается найти себя, в том числе идеологически, да? И им не предлагается ничего. Грубо говоря, если ты возьмешь и спросишь любого человека, любого там депутата Госдумы, как он себе представляет завтра России, и он тебе опишет вчера, понимаешь? Для них будущее должно быть как сейчас. Отсюда и законы, отсюда все это стремление законсервировать чуть ли не воздух сейчас, понимаешь? То есть ты не слышишь идей в этой стране? Конечно, я не слышу идей. Я тоже. Потому что, я тебе говорю, это же очень обидно, что мы, вот как бы, знаешь, наши любители, опять же, по телевизору любят говорить про сравнивать Америку и Россию, да? Но вот с точки зрения вот этой идеологической базы, которая стоит в основе государства, опять же, без... Почему-то, опять же, в России, когда говорят идеологию, еще раз, все такие типа, ха-ха, да, это обман, обманка для тупых. Настоящие-то люди знают, что ничего не идеологии. Нет, нет, она есть. И государство строит люди, которые в нее искренне верят. Если вы что-то сочинили, и как бы в это никто не верит, как было с движением, идущей вместе, да? То есть это был просто такой, типа, прикол, да? То как бы у вас ничего не получится, потому что это не идеология. Это вы опять пытаетесь людей надурить. А нужно, чтобы это была вера настоящая. И хочется сказать, ну, обидно, обидно, что вот у тебя есть американцы со своей верой, и есть русские с условным своим цинизмом, да, россияне. И как бы, ну, мы вообще проигрываем. То есть мы проигрываем всегда, понимаешь, в этом смысле. Потому что мы ничего не можем противопоставить. Что такое? Там какие-то слова говорятся. А на самом деле, типа, американцев есть американская мечта. Еще что-нибудь. И они сидят, и они постоянно перепридумывают свое государство. Понимаешь? Приходят новые люди. Они подвигают старых. И у тебя вот так движется жизнь. То есть ты как бы обновляешь эту идею, делаешь ее современной. А тут тебе говорится, ну, как же, мы же, ну, у нас же, ну, ну, у нас же это, ну, это, ну, в 45-м победили. Ну, как бы скоро будет 100 лет, понимаешь? Надо где-то, в какой-то момент это придется придумывать. Но люди этого не понимают. Это прям меня, если честно, как человека, который правда патриот. Без шуток, да? Даже без кепки. Вот. Понимаешь? Меня это, я не понимаю, как можно строить здание без фундамента. Как? Ну, вы что? Ну, как? Ну, вы что делаете-то, блин? Потому что это все придется сносить и строить заново в какой-то момент. Или оно развалится, или придется экстренно чинить. В любом случае, нельзя возвести большое здание без фундамента. Вот, давай сформулирую так. Маленькое, наверное, можно, сарай можно без фундамента строить. Тебе не кажется, что сейчас настало время, когда каждый человек сам выбирает свою идеологию. Поэтому, как бы, ее отсутствие закономерно. Ты прав, но не совсем. Сейчас настало время, когда каждый человек мог бы выбрать себе идеологию. Но жизнь так устроена, возвращаясь к моему тезису, что у большинства людей нет на это времени. Понимаешь? Сейчас мы живем в эпоху, когда ты можешь взять и приготовить гамбургер с нуля. Ты можешь купить муку, сделать булочку-бриошь, купить мясо или, не знаю, поехать натурально на ферму забить бычка, взять парное мясо, сделать котлету. Просто ногами забить, Андрей, бычка просто. Ну, во-первых. Вот ты вот такой. Молотком. Ты вот такой. Конечно, да, молоточком его. Ваш Андрей этот. Гуманист. Так, так. Вот. И ты можешь сделать себе гамбургер с нуля, но ты не будешь этого делать, потому что это очень долго, и у тебя нет на это времени. Ты пойдешь и купишь готовый. Понимаешь? И эта жизнь так устроена, что ты, наверное, можешь с нуля собрать себе компьютер. В мое время, в твое время, в наше время так и делали. Ты был прайс-лист, ты его, типа, это собирал, был десктоп, тебе его собирали. Сейчас ты покупаешь ноутбук, не пытаясь там что-то поменять. Это история про то, что идеология важна в этом смысле. Что значит вкладывать? Это означает, что она должна быть на рынке, она должна быть конкурентно способной. То есть, понимаешь же сейчас, как выглядит? Сейчас вот выходит просто мощнейшее расследование Навального, да? Про дворец. Понимаешь? Вот оно выходит. Есть уже 100 миллионов. Мы записываемся в середине недели, ребят. Пацаны, пацаны, да. Сейчас давайте. Если что, со среды 27 января что-то случилось, и мы это не обсудили, знайте, мы просто решили записать сегодня подкаст, чтобы выложить его чуть позже. 94. Да, 94, думаю, к воскресенью будет. Обязательно 100. 100. Не, ну как, ну, думаю, даже, может, больше. Очень много про это говорили. Да. Очень, практически везде. Да. Давай твои чувства. Мои чувства в том контексте, в котором я говорю, они именно такие, что, во-первых, у тебя нет никакой контраргументации, что вот у тебя просто, во-первых, сначала у тебя была мощнейшая история про Навального и отравление, когда, ну, это прям из фильма история. Вообще, давайте, давайте обсудим стратегический контент-план Алексея. Насколько он был грамотно сделан? Марвел. Марвел. Да, вот когда у тебя, значит, у тебя, значит... Ну, то есть, три подряд такого, ну, это просто уровень. Да, конечно, конечно. У тебя, типа, одно расследование, которое практически с того света, то есть, герой почти гибнет, возвращается и наносит удар. Мы сейчас размышляем с точки зрения контента. Да, потом он наносит второй удар, и дальше он делает вот суперудар, знаешь, вот который, типа, суперудар просто. И ты понимаешь же, что вот ты смотришь, и с той стороны нечего сказать. То есть, вот на тот момент, когда мы записываем, знаешь, что придумало ФСБ в ответ на то, почему какое-то здание, над ним закрытый, закрыт полет самолет, то есть, бесполетная зона введена. Они придумали, они написали натуральный текст официальный, что, в общем, солдаты НАТО, шпионы НАТО активизировались в Краснодарском крае, в районе Геленджика, как известно, очень много шпионов НАТО. И там у них есть какая-то база, это как ее, пограничная. И вот вокруг этой пограничной базы, на самом деле, введена бесполотная зона, бесполетная зона. Правда, почему-то база введена в работу в 2020-м, бесполетная зона в 2011-м, но это уже мелочи, да. А ФСО просто сказало, что они ничего там не охраняют, все, выдумки. У Андрея просто связи. Да. Нет, вот они же выпустили пресс-релиз. У тебя в кое-то... Представляешь, у тебя ФСБ вынуждено отвечать на фильм. У тебя есть миф. У тебя есть миф. И этот фильм, он бьет по нескольким мифам, да. Ну, например, у тебя там товарищ Киселев по телеку очень долго рассказывал, что у Путина всего три костюма, понимаешь? Ну, то есть, натурально. То есть, ты выпускаешь расследование, и просто все силы брошены, ну, то есть, на то, чтобы все такие, да нет, ну, нет. Алексей Навальный и его коллеги, когда выпускают контент, они его выпускают на всех платформах, чтобы тебе было удобно. Разве что они не делают подкаст, чтобы это еще можно было прослушать, понимаешь? Так. И ты прочитал. Я прочитал, и там есть момент, вот, когда описывается все это, и вот ты, значит, смотришь этот дворец, и там вот есть комната, где Dance Dance Revolution, да. И вот у меня в голове была такая картина. Представь себе отца, который работает на заводе. Отцы, у них вообще очень специальное отношение к дочерям. Оно очень такое, всегда очень нежное, да. Но проблема состоит в том, что отцы традиционно, вот, когда они много работают, они мало видят своих дочерей. Понимаешь? Мало. Да. И мало с ними общаются. Да. И вот я представляю себе такого отца, который работает, и вот он на заводе много работает, получил премию, и он бежит в магазин и покупает медвежонка, знаешь, не очень большого, но такого классного, такого прям пушистого, доброго. И вот он идет с этим вот медвежонком домой, да, он идет, и он представляет, как дочке загорятся глаза, когда она видит медвежонка. И он приходит и дарит, а дочке 18 лет, она берет, говорит, спасибо, кидает медвежонку в комнату и уходит своим хахалем гулять. И сердце отцовское в этот момент разбито, потому что пока он у себя на заводе работал, пока он не видел свою дочь, его время ушло, понимаешь? Он потерял ее. То есть он пытался ей купить медвежонку, но пока он зарабатывал на этого медвежонка, годы ушли. Ты не понял, да? Я все понял. Чувак, Dance Dance Revolution 10 лет назад было популярно. То есть когда для кого, мы не знаем, для кого это делалось, я подозреваю, для какой-нибудь дочери, но сейчас ей это уже совсем неинтересно. И когда дворец достроят, эта комната будет пустовать. Вот этот кусок надо разрезать и сеять, потому что такой аналитики я не слышал нигде, Андрей. Не слышал? Нет, такой. Хотелось бы отдельно отметить, что наши с тобой любимые блогеры, ведь Алексей Навальный, будем честны, не наш любимый блогер. Ну, это правда. У нас есть любимые. Вот. Они же, ну, очень круто выступили после 23-го числа. Да? Ну, вот наш, например, товарищ, как назовем его условно, ну, говномет. Вот. Он, например, сказал что-то похожее на то, что вот там вот женщину пнул ОМОНовец, да, и вокруг этого был большой движ, и женщина пострадала. Он сказал, что вся эта история очень подозрительная. Очень подозрительная. И вообще женщину просто оттолкнули ногой. Вот так вот. Просто оттолкнули ногой, а то, что она упала, это же мелочь. И вот очень подробно он рассказывал, что вся история выглядит подозрительно. Да? И мне кажется, что это очень сложная работа у человека. Ты должен везде выглядеть, ну, везде искать подозрения, да? То есть на все смотришь, и это все вызывает у тебя подозрения. То есть ты специально ищешь... Вот ты смотришь на бутылку, думаешь, подозрительная бутылка, да? Вот. То есть ты, например, смотришь... Ну, ты пошел в туалет поссать, да? Ты смотришь на член. Очень подозрительно выглядит, да? И ты начинаешь думать, а когда ты его последний раз видел? Ну, пару часов назад, да? Ну, когда перед этим в туалет ходил. А за это время, вот как ты думаешь, ЦРУ может твой член подменить на прослушивающий член? Нет, вот ты, Тимур, смеешься, а вообще-то ты недооцениваешь наших западных партнеров. Могут. Могут. Вполне возможно. Это же ты должен... Ты подозреваешь свой член, понимаешь? В том, что он прослушивает тебя. И мне кажется, это очень опасная работа. А если член в ком-то, он прослушивает и тебя, и кого-то? Всех. Если член в ком-то, может замкнуть. Не знаю, это сложный вопрос. Ты докрути, пожалуйста. Вот знаешь, вот почему мне говорят, вот почему мне лично не нравится пропаганда? Давай, почему? Не из-за того, что мне пропагандируют, какие ценности в меня пытаются вложить. Вообще не про это. Вообще. Мне не нравится, насколько она как бы тупая, некреативная, нетворческая. Я тебе скажу, что если ты посмотришь определение пропаганды... Да. ...в английской Википедии, правда, надо смотреть. Там одно из условий пропаганды, что у тебя разные тезисы, которые ты в пропаганду, когда ты собираешь пропаганду, они не должны друг другу противоречить. Понимаешь? Я всегда вспоминаю эту историю, я не знаю, кто мне рассказал. Во время Второй мировой войны, когда начал открываться уже потихоньку Второй фронт, и английские летчики делали налеты на позиции немецких войск, немецкие войска замаскировали то ли аэродром, то ли взлетное поле, то ли какие-то свои артиллерийские расчеты, сделав деревянные макеты танков, деревянные макеты пушек, деревянные макеты казарм, и англичане сбросили на эту деревянную бомбу. Понимаешь? Это смешно. Вот это ответ. Да, хороший ответ. Он сразу демонстрирует, что чуваки, типа, чего вы стараетесь? И здесь я больше всего вижу, насколько эти люди действительно тупы и профнепригодны. Да? Да, что тебе ответить на это? Просто, просто фактически берешь их все продукты и вот смотришь, что это. Ну, так и понятно. За этим нет плана. Просто тебе говорят, ты должен сегодня бороться с этим, а завтра с другим. Ну, как? Ну, ты тоже встань на их. Не, ну, разве... Чувак, встань на их, вот, на их место. Представь на секунду, что ты там оказался. Ну, как ты будешь бороться? Интересно. Посмотри, посмотри, интересно, оппонент сильный. Оппонент сильный. Неужели человек под ником Симоньян, у него целый, я так понимаю, канал, неужели он не может скреативить круто и ответить как-то? Балет. Два с половиной часа балет. Ни слова. И все-таки, вот это ответ. Ого, ответ, Алексей, балет. Ого, это мощно. Балет ответ. Креативно. Спасибо. Как на НТВ. Как на НТВ, помнишь, они вместо всех вот этих новогодних движев, огоньков просто костер поставили. И сделали всех по рейтингам в новогоднюю ночь. Я бы тоже посмотрел сейчас, как горит костер. Когда бы ты не посмотрел, как горит костер, Андрей. Это правда. Ну, понимаешь, нет креатива. Нет креатива. Вот в чем самая главная проблема. Потому что в России не любят конкуренцию. Я вам говорю, как человек, который тоже не любит конкуренцию. Потому что ее не любят здесь, в России. Не любят конкуренцию. Поэтому они там, потому что с ними никто не конкурирует там. И все. Вот самое главное. Они не заслуживают тех денег, которые получают. Они не креативны. Ты прям вот, ты знаешь, ты хочешь в книжку Пелевина. Почему? Ну, прям ты вот, все, что ты описываешь, это прям вот прям Пелевинщина. Знаешь, то есть, типа, ты включаешь. Ну, грубо говоря. Подожди. А почему они не скажут, что на самом деле это все это время была голограмма? Очень просто сделать. Вот, Симонян идет с микрофоном, заходит в комнату и говорит, наконец-таки разоблачение. Она заходит в комнату и там, и там стоит Алексей Навальный. И она говорит, на самом деле все это время это была подосланная ЦРУ и МАСАД голограмма. И вот так выключает голограмму. Вам нужны еще какие-то доказательства, 65-летние люди. Образ разрушен. Ничего с этим уже не поделаешь. И как бы, ну, непонятно, как это обратно возвращать. Образы легко рушат. Ну, как бы, когда ты разрушил образ, его практически обратно невозможно восстановить. То есть, потом очень много долга можно расстроить. Ты понимаешь, я водил ребенка на плавание, вот такой пример тебе привезу, да? И он плавает в бассейне, и там с ним плавает куча мелких, да? И вот, чтобы ты понимал, какой тотальный урон, насколько вот после фильма Навального у тебя вот просто как ядерный взрыв, десятилетки стоят, да, девятилетки, наверное, даже, и обсуждают, кто богаче, Путин или Моргенштерн. Вау. Понимаешь? У тебя плюшки есть? Я не знаю, о чем ты говоришь сейчас. Скажи, повлияет ли как-то вакцинация на экономическую ситуацию в стране? Скорее всего, нет. Экономическая ситуация в стране очень плохая. Экономическая ситуация в стране очень плохая, но и в мире экономическая ситуация тоже очень плохая. Тут это же, я же, как тебе сказал, я же даже без кепки патриот, у меня больше рассеял. Типа у тебя на самом деле более-менее всего в нескольких регионах, ты знаешь, как на самом деле дело обстоит, в Москве, например. А в Тамбове, в Тамбовской области не делают сейчас тесты вообще принципиально. Ну, то есть, если человек заболел, ему не делают тест. Это не фейк-ньюс? Это вот моей маме не делали тест, когда она заболела. Понимаешь? Это типа вот так вот живут регионы. То есть, потому что, типа, ну, как бы, может, тестов нет. Окей, предположим, вакцина работает. Сколько мы еще в этом? Непонятно. С темпы вакцинации. Опять же, было заявлено, что мы начнем массовую вакцинацию. Она в лучшем случае в Москве более-менее началась. Больше-то нигде. Совсем была сумасшедшая история в Питере, где, типа, части людей сделали первый укол, а второго укола нет. Не везут. Понимаешь? Мне кажется, это разгоны. Слушай, мы пошли, было абсолютно все цивильно. Ты в Питере ходил? Смотри, я не люблю, я не люблю, когда нагоняют... Ты в Питере ходил? Нет, я ходил в Москве. А я тебе говорю, вот, я тебе расскажу. Слушай, ну, ровно такие истории я слышал про Москву. Да нет, в Москве такого никогда не было. В Москве все с самого начала было нормально по вакцинации. Понимаешь? Окей, все. Моя речь теряет смысл. Но это правда так. В Москве в этом смысле нам правда повезло. То есть, вообще без вопросов. Такая вот история. Непонятно, слушай, и главное, что очень хотелось, и была какая-то, знаешь, вот эта детская вера, что сейчас 20-й год закончится, и заебись, и начнет с 21-й, он будет типа сразу другой. А он, блядь, нихуя не другой. Он вот такой, понимаешь? Я обычно говорю в такие моменты, все будет хорошо. Спасибо, да. Но это же никогда не помогает. Вот примерно. Я начал читать книгу. Она очень простая, ребята. Она называется «Краткая теория времени». И, соответственно, начав читать, я хочу восполнить пробелы обычных как бы фундаментальных знаний. Смотри, здесь написано, что в Великой научной революции 20-го века различаются два крупных эпизода. С одной стороны, это квантовая механика, а с другой стороны, теория относительности. Расскажи нам в двух словах, что такое квантовая механика примерно, и почему это считается революционным прорывом 20-го века. Так, так, так. Так, так, так. Подожди. Давай. Так, 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 Андрей. Обязательно нужно, чтобы вот после этого рассказа остался разгон про член Соловьева. Просто они друг друга дополняют. Короче, чувак. В конце 19-го, начале 20-го века была такая мысль, что физика почти закончилась, что все придумали, все открыли, все сделали. Было две проблемы. Одна там, что вот наблюдали за небесными телами, и наблюдения были чуть-чуть несогласованными с тем, что предсказывала теория. Что подразумевается под названием «Вы наблюдали за небесными телами»? Мы наблюдали. Ну, мы, например, смотрим. У нас есть, например, там типа расписание. Мы знаем, как движутся планеты. Мы можем предсказать, в какой момент времени, где будет какая планета. Правильно? Мы смотрим на расположение планеты и видим, что неправильно, не вовремя она там на нужном месте, а чуть-чуть спешит или опаздывает. И не очень понятно, почему. Потому что у нас же формулы точные, мы же супер точно считаем. Это первая была проблема. А вторая проблема была очень простой. Из первой проблемы, чтобы ты понимал, появилась теория относительности. Но мы говорим про вторую. Вторая проблема была такая. Ты представляешь себе угли в камине. Ну, вот угли обычные. Да. И они устроены так. Чем темнее, тем ниже температура. Чем он светлее, тем выше. Раскаленные угли, они прямо почти белые. Да? На самом деле у этого есть очень понятное объяснение. У тебя есть зависимость энергии от цвета, который излучают угли. Угли, их удобно считать, то, что называется абсолютно темное тело. То, что оно светится, пусть тебя не смущает. Он по поглощению. И вот у тебя есть закон, по которому у тебя есть температура и есть цвет. Да? И вот у тебя есть закон, который описывает, все хорошо работает. Но тут мы начинаем считать температуру углей, при которых они должны достигать белого цвета. И выясняется, что... Ну, там не углей, конечно, более абстрактные вещи, но выясняется, что должна быть бесконечная энергия. То есть, какая-то херь выходит с нашими формулами. То есть, вот здесь формулы работают, а здесь они не работают. Появляется какая-то чушь. Это все мы говорим о времени, которое предрекало эти все открытия. Да, вот у нас есть такая проблема. Как ее решить? Нужно немножко поправить теорию, чтобы она описывала и эту историю. И пришла в голову такая идея, что вот у тебя там есть в формуле интеграл, а физики подумали, говорят, а давайте вместо интеграла будет сумма. Это будет означать с точки зрения физики, что энергия излучается и получается не непрерывно, не как мы себе представляли. То есть, она льется, как вода. А мы будем считать, что энергия излучается и получается порциями. И эти порции мы назовем кванты. И как только мы это предположили, сразу все уравнения получились. То есть, сразу оказалось, что все, мы сразу смогли предсказать цвет, все сошлось. Извини, пожалуйста, уточняющий вопрос. Давай. То есть, до 19-го, до 20-го века ученые, физики думали, и они были склонны к бесконечной энергии. То есть, все формулы выстраивались вокруг идеализации бесконечной энергии. Нет, нет, нет. Они типа, у них были формулы, которые в некоторых случаях давали бессмысленный ответ. До определенного момента это их не смущало, потому что они решали другие задачи. Как Россия-2. Как Россия-2, да. Или Россия-1. Там сложно, там везде бесконечно бессмысленный ответ. А потом в какой-то момент они решили с этим разобраться. И формулы придумали поправить так, чтобы они вот типа давали осмысленный ответ, хороший, и поправили. То есть, до этого они считали, что все непрерывно, такое типа как жидкость, все такое, можно энергию разливать любыми порциями. А тут оказалось, что энергию можно разливать только квантами, то есть кусочками. Порционно. Порционно, да. И меньше определенной порции нельзя. Вот такая вот выяснилась телега. На первый взгляд это казалось, знаешь, как вот, ну типа мы придумали... Сейчас это так очевидно звучит, что энергия не может быть постоянной. Да, но это был в тот момент невероятный прорыв. Потому что... То есть люди сидели такие, а может мы в этой формуле что-то изменим? Они не стали выдумывать новую. Конечно. Они просто в этой формуле взяли что-то и заменили. Да, потому что она в других-то случаях работает. Зачем новую форму? О-хо-хо, ребята. Это симметрия. Подожди, а ты себя... То есть, большинство открытий человечества обусловлены ленью. Ну как бы как, по-твоему, выглядит открытие? Нет такого, что человек сидит и придумывает абсолютно новую формулу. У него есть уже формулы какие-то. Он такой, типа, давайте что-нибудь подправим, чтобы везде работало. И, конечно, оно так и происходит. Хорошо. Теория относительности. Ну, общая теория относительности появилась как теория для описания крупных объектов Вселенной. И она родилась из-за того, что к концу XIX века все думали, что Земля и вообще весь мир заполнен эфиром. И свет распространяется в этом эфире. И поэтому возникла задача очень простая. Понять, как свет относительно эфира распространяется. Какая была идея? Земля летит навстречу эфир, получается эфирный ветер. Поэтому, на самом деле, когда Земля вращается вокруг Солнца, она как бы летит... Мы представим, что Солнце движется, поэтому она как бы в какой-то момент летит тоже против направления Солнца, а в какой-то момент по направлению к Солнцу. Это должно влиять на скорость вращения, на скорость этого самого эфирного ветра. Теперь мы берем, строим такое устройство, которое смотрит на луч световой и измеряет его скорость в зависимости от ветра. То есть мы хотим понять, когда ветер дует в одну сторону, когда ветер в другую. И должно было получаться, что полгода, грубо говоря, один показатель скорости, полгода другой. А оказалось, что в обоих случаях скорость одинаковая. И на самом деле никакого эфира нет. И вообще скорость света в любой системе координат постоянная. И это стало основой, на которой выросла теория относительности. Это очень интересно. Спасибо. И сложно. Это нормально. Еще раз. Несколькими предложениями. Что такое теория относительности? Это теория, которая описывает движение больших тел. А квантовая теория описывает маленьких. Движение маленьких тел. Да, отлично. И у меня последний вопрос. Ты уверен, что правильно говорит углей? Нет. Ребят, мы начинаем этот год. Я надеюсь, он будет прекрасным. Всем хорошего настроения. Но если он будет плохим, мы не виноваты. Он все равно будет хорошим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА